Всем привет! Вы смотрите канал Инженер. В технике используется много механизмов и различных узлов, согласующих кинематические параметры источника энергии и исполнительных органов. Такие устройства характеризуются параметром передачное число или отношение. Как же правильно? Передаточное число или передаточное отношение. Оба понятия применяются в технике, но с точки зрения научной теории являются различными. На практике в большинстве случаев эти понятия употребляются неверно. При этом эти параметры могут иметь одинаковые числовые значения в определенных случаях. Передаточное число связано с размером зубчатых колес, и его значение всегда положительно и больше единицы. Передаточное отношение связано со скоростью вращения зубчатых колес и может принимать любое значение. Таким образом, передаточное число не может быть без передаточного отношения, а вот передаточное отношение может быть и без передаточного числа. Например, для гидротрансформатора, о котором на канале есть видео, можно говорить только о передаточном отношении, как частном отделении частоты вращения турбинного колеса на частоту вращения насосного колеса. Возвратимся к редуктору с зубчатыми колесами. Передаточное число определяется размерами, а значит и числом зубьев зубчатых колес. Передаточное отношение определяется скоростью или частотой вращения этих колес и направлением передачи этого вращения. То есть, у пары зубчатых колес есть однозначное передаточное число, а передаточное отношение будет зависеть от того, какой из зубчатых колес будет ведущим. Как работает пара зубчатых колес и как определить передаточное число и отношение? Принцип зубчатого зацепления использовал еще Леонардо да Винчи в своих механизмах. Поочередно каждый шип входит в контакт с рядом расположенным шипом второго колеса. Точно так же и зубья одного зубчатого колеса толкают зубья второго. Таким образом, если на ведущей шестерне расположено 20 зубьев, то за один ее оборот все зубья пройдут через зацепление. При этом они толкнут 20 зубьев ведомого колеса. Но у этого колеса, например, 40 зубьев. Поэтому для того, чтобы ведомое колесо провернулось на один оборот, необходимо ведущее колесо провернуть на два оборота. Тогда каждый зуб ведущего колеса войдет в зацепление два раза, а ведомого один. То есть передаточное число равно двум, как и передаточное отношение. Первое определяется как отношение числа зубьев большего зубчатого колеса к числу зубьев меньшего. При этом большее зубчатое колесо называется колесом, а меньшее – шестерней. Второе определяется как отношение угловой скорости ведущего зубчатого колеса к угловой скорости ведомого. Частота вращения зубчатых колес определяется как число оборотов за определенный промежуток времени, например, минуту или час. Это значит, что отношения частоты и угловой скорости такие же, как и отношения количества оборотов, входящих в зацепление колес при их проворачивании. При этом ведомое колесо вращается с частотой и угловой скоростью в два раза меньше, чем ведущая шестерня. При условии, что передаточное отношение равно двум. Если подойти к этому вопросу с другой стороны, каждый зуб ведущей шестерни толкает поочередно зубья ведомого колеса с одинаковой линейной скоростью в зацеплении. Так как на ведомом колесе располагается в два раза больше зубьев, чем на ведущей шестерне, то они расположены на большем диаметре. При повороте на один зуб ведомое колесо проворачивается на угол в два раза меньше угла поворота ведущей шестерни. Отсюда и уменьшение угловой скорости в два раза. Таким образом, редуктор уменьшает частоту передаваемого вращения. Так как большинство двигателей, применяемых в технике, имеет частоту вращения больше требуемой для движителя или рабочих органов, то редуктор оказывается незаменимым механизмом. Помните о том, что каждое видео ожидает вашей оценки. Пишите в комментариях, что еще о редукторах вы хотели бы узнать. Продолжайте следить за видео о технике и технологиях на канале Инженер. Инженер Продолжение следует... Продолжение следует...